Продолжение следует... С него спала последняя шелуха идеологии. Правда была неожиданная, зловещая, но это была правда. Максимилиан Волошин. Полководец с развратной натурой никогда не одерживает победы. Солдат-растлитель погибает без славы. Не ваша война, а Божия, говорит Господь. Государство, которое потеряло суверенитет, оно становится колонией. А если говорить применительно к элите, применять слово суверенное, это значит элитарная прослойка никак, ни семейно, ни личностно, не зависит от того, как к ней относятся извне. Только такая элита может считаться суверенной. Собственно, во все времена в России была элита, которая в тяжелые моменты приходила на помощь государству. Мы говорили об этом. То, что называлось «прийти конно, оружно и людно», то есть прийти с лошадьми, с людьми, с оружием на помощь государству. Мы знаем, как великие княжны уходили в госпитали помогать раненым. Мы знаем, как целые состояния отдавали люди для того, чтобы можно было закупить то, что было необходимо фронту. Что привиделось, что пригрезилось тем, кто при первом известии о приближении, так сказать, войск Пригожина кинулись бежать из страны. Они увидели в нем Емельяна Пугачева или Разина, который двигался на Москву. Что случилось? Почему, не поняв даже, что произошло, люди кинулись бежать? Бежать от своих! С Россией кончено. На последях ее мы проголдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах. Не надаль, кому земли, республик да свобод, гражданских прав. И родину народ сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи! Разверзни! Расточи! Пошли на нас огни, язвы и бичи, германцев с запада, монгол с востока. Отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до страшного суда. Без переосмысления столетней истории давности слова царя-батюшки, не царя-батюшки, а Алексия Второго Святейшего Патриарха грех цареубийства народам русским не раскаин. Мы для сих пор верим многие, что царь был слабохарактерный, кровавый. Они не бежали, когда падали беспилотники на Кремль, когда в Подмосковье эти беспилотники летали, их сажали, избивали, когда диверсионные группы пересекали границу и взрывали железнодорожные полотна. Нет, они побежали от своих. Причем, заметьте, они бежали не вглубь страны, за Урал, в Сибирь, нет, они бежали за границу. Но есть вещи с более далеко идущими планами, более катастрофическими последствиями, не только для страны, а для целого народа. Вот хочу вам привести один пример. Вы все знаете прекрасно о существовании великого, гениального химика Дмитрия Менделеева. Но мало кто знает, что он занимался еще демографией. Мало того, он предрекал, что к 2000 году население Российской империи, в которой он тогда жил, будет равняться 600 миллионам человек. За 20 лет правления Николая Александровича население империи возросло на 60 миллионов человек. Естественный прирост превысил 3 миллиона в год. В 1914 году население нашей страны составляло 182 миллиона человек. Это означает, что к 1960 году численность населения должна была бы достигнуть 275 миллионов человек. Тогда как в СССР на этот момент проживало 215 миллионов. Таким образом, революция, гражданская война, геноцид 20-х и 30-х годов вместе со Второй мировой войной обошлись в 60 миллионов жизней. Но если мы говорим о ситуации в стране, конечно, все начинается с семьи. Если государь-император Николай II был семьянин достойный, то и уровень был. Семьи там, сколько детей, я сейчас уже не помню, прирост, он на 52 миллиона был за годы его правления. Вот Александр III. Но это все были крепкие мужи. Негативное влияние роста численности населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным. Но есть более глобальные вещи. Я хочу вам напомнить небольшой отрывок из нашего прошлого Бесогона. Рассказ про комиссию правительства США относительно будущего России. Вспомните. Это обсуждается комиссией правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе. СБСЕ. На брифинге, слушайте внимательно, о моральной и стратегической необходимости раздела России. просто идет разговор. Ну, как будто мы кусок мяса, колбаса, которую надо порезать. генерал Власов ждет вас. Вас высоко оценит будущая Россия. От ее имени я предлагаю вам, господин генерал, пост начальника штаба русской освободительной армии. Подумайте. Слышите? Молчит. Больше, больше напора, генерал. Смелее ругайте нас, немцев. Не скупитесь на посулы. Моя конечная великая цель оправдывает даже это сомнительное средство. Бедный фюрер. Он и не подозревает, что является жалким орудием в ваших руках. Остроумно, но недальновидно. Поймите, Дмитрий Михайлович, сперва мы используем помощь Германии, а потом наша родина воспрянет так быстро, что немцы не успеют опомниться, как окажутся с мирными соседями новой великой России. А вы, Дмитрий Михайлович, будете военным министром будущего русского правительства. Порокой тому моя честь. Честь? О чем вы болтаете? Ни честь, ни судьба Родины, которую вы низко предали, а ваши военные безграмотности и жалкий страх за свою шкуру толкнули вас на путь подлости и измены. Я уверен, хоть сейчас вы и горячитесь, потом вы пойдете за мной. За вами? Да кто идет за вами? Такие же трусы и негодяи, как вы. Вот вам конкретный пример. С 22 по 24 июля в Праге проходил некий конгресс, форум, который назывался Форум свободных народов России, посвященный превращению России из как бы авторитарного государства в союз свободных, независимых и демократических государств. Они не первый раз собираются, уже есть декларация, есть презентация, даже карту будущей России нарисовали. Прошедший в Праге форум народов свободной России, конечно, выглядит как форум сбитых летчиков и городских сумасшедших, но воспринимать его стоит исключительно всерьез, потому что в текущей ситуации только сепаратистские проекты могут дать нужный Западу результат, а именно развал России. Запад здраво рассудил, что надо пользоваться проверенными схемами. СССР посыпался в первую очередь по причине объявлений суверенитетов окраинами. Ну и за примерами далеко ходить не надо. Мы напоминали о том, как губернатор Россель пытался создать Уральскую республику даже со своей валютой. Бывший губернатор Россель предлагал создать Уральскую республику и даже депутаты областные эту идею приняли. Мало того, уже была валюта уральская. Посмотрите эскиз Уральский франк. Так просто можно взял уехал, взял вернулся. Знаете, я не хочу обсуждать уехавших. У каждого своя жизнь. Мне хочется вспомнить слова гениального философа Ивана Ильина, который сказал, что жить надо ради того, за что можно умереть. Вы помните, мы говорили о философском пароходе, когда в начале 20-х годов величайшие умы и таланты России, не принявшие советской властью, были изгнаны из страны. Среди них был и сам Иван Ильин, и Николай Бердяев, и Михаил Новиков, Борис Вышеславцев. А еще раньше до них уехал и Иван Бунин, и Владимир Набоков, и Федор Шаляпин, Дмитрий Мережковский, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев. Это уехали люди, которые были нужны стране. Они не были нужны той власти, которая их изгнала, которую они не приняли. Но они не исчезли. Они вернулись в Россию величайшей культурой эмигрантской, величайшей литературой, музыкой, философией. А вот уехавшие исчезли. Их никто и не изгонял. Они самоизгнанные. Повторяю, люди находившиеся в топе, на вершине популярности. Вот они нужны стране? Что они могут дать? Чем они могут вернуть стране то, что она для них сделала? Вот уехав из русской тьмы, вы можете увидеть очень правильных политиков. Это трансгендерный адмирал США Рэйчел Левин и зам помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон на приеме в честь дня взятия Бастилии. Мне интересно, люди, которые когда-то брали Бастилию, они могли себе представить, что через много лет их чествовать будут вот такие персонажи? Я знаю, что одно мое стихотворение два идейных вождя противоположных сторон называли лучшей характеристикой русской революции. Я знаю, что и белые, и красные, вступая в город, в первых своих прокламациях цитировали одно и то же мое стихотворение «С Россией кончено». Эти явления являются моей высшей литературной гордостью. «И очень характерно, все только меня предупреждают берегись, ЧК очень настроена против вас и непременно вас арестуют как сочувствующего белому, а теперь идут уже с другой стороны, но мы с ним расправимся в первую голову как только будет перемена, он еще нам заплатит за свой большевизм. Как приятно родиться поэтом в России». Максимилиан Волошин «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». «Сегодня у нас традиционная закупка памперсов, присыпок для наших деток, салфеток влажных, потому что детишек, так как нет воды, моют, обтирают именно влажными салфетками. Я хочу сказать огромное спасибо Владимиру Афанагенову, который это все собирает, фасует. И вместе с женой они отправляются и развозят это все по семьям. И порой это все делается под обстрелами. И несмотря на это, каждый раз он собирается вновь и вновь. Но после увиденного, после этих страданий, ты уже не можешь сказать, что меня это не касается.